Ученики с 5 по 11 классы, студенты вузов, колледжей, техникумов переходят на дистанционное обучение до 1 декабря. Решение сегодня принял Оперштаб. По статистике, каждый восьмой заболевший коронавирусом у нас это школьник или студент. После осенних каникул за парты вернутся только ученики начальной школы, в младших классах меньше всего заболевших. Неперевод на удаленку 1-4 класса еще связан с тем, что практически, и объективности ради это стоит сказать, невозможно, в принципе невозможно организовать дистанционное образование для детей 1-4 класса, если нет рядом родителя. А если родители работают, это просто невозможно. Ребенок, вот представьте, 7, 8, 9 лет, по-хорошему, ребенка к компьютеру вообще допускать нельзя. А мы сейчас сами заставляем ребенка садиться за компьютер и, естественно, приучаем его к соответствующему режиму. При этом у учеников начальной школы будет не больше четырех уроков в день и только один учитель на класс. Предметы, которые преподают другие учителя, например, английский, пока рекомендовали не проводить. Малокомплектным школам могут разрешить работать в прежнем режиме. Учеников в таких школах мало, а значит, невелика вероятность массового распространения вируса. Кроме того, не все небольшие сельские школы до конца каникул будут оснащены новыми компьютерами, и учителям будет сложно учить детей на удаленке. Оперштаб запретил проводить дополнительные занятия. Можно только, если это футбол или, например, рисование на свежем воздухе. Но в Оперштабе обсуждали и вопрос с питанием в школах. Возможно, дети снова смогут обедать в столовой. О том, как идет подготовка к онлайн-обучению, проинформировал министр экономического развития Сергей Аболоник. Он рассказал, что первая партия 504 компьютера уже прибыла в республику. Завтра начнется их распределение по городам и районам. Что касается высокоскоростного интернета, прибывшее в четверг коммутационное оборудование смонтируют в течение нескольких дней. Детские сады продолжают работать, как и раньше. Заболевших среди детсадовцев мало, меньше 1% от общего количества. Президент Вадим Красносельский поручил усилить контроль за безопасностью детей.